Екатерина Адарченко, политтехнолог, к нам уже присоединяется. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Ну вот Гроверу Кливленду, демократу, удавалось дважды вернуться в кресло президента США свыше ста лет тому назад, и вот теперь Трамп повторил эту историю. Как политтехнолога, конечно же, хочу вас спросить, как это ему удалось? Какие главные аспекты понравились выборцам, избирателям? В первую очередь, если мы говорим о местных избирателях и о главном месседже компании Трампа, наша компания делала также ряд работ здесь полевых, поэтому, скажем так, это не просто теория, а информация с полей, о том, что ключевой месседж – это экономика. То есть, видите, Трамп не отходил от своего ключевого месседжа о экономике. То есть, он говорил достаточно просто. «Я сильный президент, при мне вы могли за свои 100 долларов купить больше продуктов, вы могли заправить больше бензина, вы могли купить дом в кредит, в ипотеку дешевле». Это же то, что вам нужно, правда? Поэтому проголосуйте за меня. И вот этот элемент «я сильный президент» он продвигал и в сферах, допустим, внешней политики. То есть, ни Харрис, ни Трамп не озвучивали конкретный план победы для Украины. То есть, они не озвучивали конкретные элементы, инструменты, которые будут использовать во внешней политике. Мы не слышали ни разу этих подробных описаний. Но мы абсолютно чётко понимаем, что в политтехнологиях есть такое понимание – архетип. То есть, это некий тип человека, политика, который универсален для всех культур. И вот Трамп работает в классическом архетипе. «Рулер», руководитель, «Зевс» – этот архетип также называют. И он с него не выходил. Я снова же напомню, что, в принципе, республиканцы собрали денег меньше на выборы, нежели демократы. У демократов были очень эффективные IT-технологии. У них было много волонтёров. Они собрали больше денег. Но ключевой экономический месседж он всё-таки победил. И у Харрис снова же… Сначала была кампания Байдена, потом была кампания Харрис о свободах и женских, репродуктивных свободах, которая не является основной темой сейчас в Соединённых Штатах. Людей, которые не могут заплатить за кредит по дому. И в последний день Харрис в целом даже поменяла тип риторики. И последние ролики демократов больше соотносились с роликами республиканцев. Это были такие классические политические ролики. Это, кстати, то, что делала и Хиллари Клинтон. То есть у них был общий вайб и драйв компании, общее настроение компании довольно-таки правильное. Но они постоянно изменяли месседж. И людям в результате не стало понятно в Штатах, которые сомневаются. Вот мы делали обзвоны в этих Штатах, обходы домов. Мы координировали это. И непосредственно избиратель, который индепендент, который не определился, он говорил о том, что даже тот, кто склонен проголосовать за демократов, они говорили, что Харрис она непонятна, её позиция непонятна. Нам нужно больше времени, чтобы понять эту позицию. Но она свою позицию так и не раскрывала. То есть она говорила, да, я мигрант, я была прокурором, я буду вести более позитивную политику. Она выглядела более толерантно и говорила более толерантные вещи. То есть она выглядела более как кандидат в президенты, такой классический, но она не раскрывала практически ни одну тему. Например, как она будет давать 25 тысяч долларов помощи для покупки дома тем, кто первый раз покупает дом. Либо же каким образом она будет давать больший налоговый кредит ряду людей. То есть это хорошее предложение, которое поддерживает, скажем так, левое крыло, но она не объясняла эти вещи. И, конечно, в диалоге с отраслями, я вчера была на election night вечере в республиканском клубе и как раз общалась с представителем отрасли добычи нефти в Техасе. И вот он также рассказывал, что в энергетической сфере, например, все поддерживают борьбу с изменением климата, негативными качествами. Но это же не повод, например, не инвестировать в атомную энергетику и не добывать. Ну, например, мы говорили о том, что даже если добычу нефти сейчас замораживать не стоит ввиду противостояния с Россией, то абсолютно странным выглядит и неподдержка со стороны демократа атомной энергетики, которая является достаточно экологичной. Этот пример Рекса, как бы вот этого представителя отрасли, показывает также, что и с отраслями демократы не нашли нужного взаимопонимания, а эти отрасли привлекают достаточно много также избирателей, потому что в них работает достаточно много сотрудников. То есть это вот такие ключевые факторы, почему всё-таки у Трампа удалось. Ну и второе, Трамп всё-таки более, не только вот этот архетип правителя, он ещё более харизматичный лидер, и он запоминается. Как говорит Трамп, любые новости про меня — это хорошая новость. Это уж точно, этим он брал, скажем так, зрителя в первую очередь, своей харизмой и такой напортостью. Ну и, конечно же, вот такие вещи, как увеличить добычу нефти, снизить налоги, а также собирается остановить все войны, звучит очень громко, но пока непонятно, а как он это сможет сделать, или это просто такие слова, чтобы привлечь побольше избирателей. Конечно, вот мы видим увеличить добычу нефти, где-то Украине это выгодно, мы понимаем, это удешевит нефть и ударит по Российской Федерации, соответственно, по её экономике, и снизить возможности введения войны против Украины. Вот как он собирается остановить все войны, снизить налоги здесь более-менее понятно, хотя почему тогда, да, предыдущие власти этого не делали, раз это так выгодно, и очень нравится избирателю, это пускай останется внутренняя, скажем так, политика. Как вы видите, что более реалистично из этого всего перечисленного для исполнения? Вот какой сценарий из этих? Ну, смотрите, к счастью, Соединённые Штаты не настолько развиты, потому что здесь один человек не принимает все решения, ну, в отличие от ряда стран Восточной Европы и Центральной Азии, да. Поэтому физически президент не будет принимать сам решение по поводу внешней политики. То есть мы будем в первую очередь видеть, кого он назначит главой Department of State, это, ну, как Министерство КМЗС у нас, да. То есть потом, кто будет в National Security Council, это как Национальный Совет по Безопасности, да, эти люди также принимают решения. Потом, безусловно, кто будет этими вопросами заниматься в Пентагоне, кто в Конгрессе будет заниматься как внешней политикой, так и бюджетной политикой. И в Конгрессе есть ещё такой комитет, он называется Согласовательный комитет, он даже более влиятельный, нежели комитет, ну, бюджетный, да, там есть и бюджетный, и согласовательный. И потом мы увидим, что пишут консервативные аналитические центры, как Heritage Foundation, на тему, ну, непосредственно, конкретного сценария, да, по Украине, Израилю, и потом мы можем говорить о том, какая будет политика Трампа. Потому что глобально, ну, в первую очередь, Трамп, как человек, который пришёл к власти на месседжи о экономической политике, очевидно, он займётся внутренней экономической политикой. То, что вы сказали, что там обрезать налоги, это всем интересно, ну, отнюдь нет, то есть избиратель демократов, он, наоборот, готов платить больше налоги, но чтобы больше финансировать публичные школы, например, да, либо же, ну, например, больше финансировать разнообразные социальные программы, как предоставление бесплатного жилья, и так далее. Республиканцы, ну, такие, как бы, левые решения, они не поддерживают. Но снова же, моя позиция всегда была, как бы, непопулярной в Украине, что нам нужно вести такой двупартийный диалог, и в республиканцах нет ничего, ну, такого вот ужасного, то, что ряд изданий в Украине писало, да, и, ну, я вам даже, я вот член республиканского клуба, и отчасти это переходило даже, ну, как бы, некую такую грань со стороны украинских политиков, да, и лидеров мнения, что они писали, что там большинство республиканцев, они являются там друзьями Путина, причём это доходило до того, что, ну, как бы, друзьями Путина называли людей, которые работали в Белом доме, а Белый дом, ну, это как бы наиболее орган, который проверяют все секретные службы, да, то есть там, ну, априори не может работать друг Путина, да, потому что противоречит американским национальным интересам, да, и вот здесь, я думаю, сейчас, ввиду того, что я описала, что решение будет принимать не сам Трамп, а ряд людей возле него, которые компетентны и которые будут ответственны за эти вопросы, нам нужно, ну, нам, как всем украинцам и как лицам из украинского парламента, например, да, они сейчас также здесь, в Соединённых Штатах, я вчера видела нашу делегацию, то есть нужно больше работать с республиканцами и говорить с ними их языком, то есть, а их язык это не язык, помогите нам, их язык это давайте сотрудничать, давайте совместно зарабатывать деньги, давайте совместно бороться за религиозные свободы, да, на которые давит Российская Федерация, ну, мы это также прекрасно знаем, да, то есть с ними нужно вести просто диалог по-другому, но это не отменяет диалог с демократической партией, потому что последний мой тезис будет в том, что ключевая помощь Украине и решение по военной помощи, её принимает не президент, а конгресс на самом деле, и в конгрессе всегда, даже если больше республиканцев, да, и у них есть ну, majority, да, большинство, в любом случае это большинство, оно не абсолютно, и голосование происходит представителями двух партий, поэтому нужно продолжать диалог с двумя партиями, но, снова же, с каждым депутатом это должен быть адресный диалог, то есть более просто диалог «помогите нам», он не работает, это должен быть более эффективный диалог и более диалог по сути, и говорить, что это плохо, ну, я не считаю, что это плохо, я считаю, что это просто по-другому, это будет непросто, но это может дать результат. Действительно, до сих пор большинство в Верхней Палате Конгресса имели демократы, сейчас мы видим, республиканская партия США получила большинство в Сенате в Верхней Палате Конгресса, и республиканцы получают 51 место, у демократов сейчас 43, мы всегда наблюдали, что, в принципе, двухпартийная поддержка Украины всегда была, и даже республиканцы, конгрессмены приезжали в Украину, и много чего обсуждалось, и мы надеемся, что и план президента Победы Украины тоже произведет впечатление, конкретный план действий, который необходим для Победы Украины, Ну и также помню, как Трамп обещал также ввести всеобъемлющие 60-процентные пошлины на китайские товары, чтобы стимулировать производство в США, а это, в свою очередь, конечно же, уменьшает заработки Китая, которые поддерживают Российскую Федерацию, где-то тоже Украине, наверное, перепадет от этого трамповского успеха. Как вы видите, какие действия Трампа действительно помогут в победе Украины? Ну, смотрите, республиканцы, они на самом деле, ну, во-первых, полномасштабная война началась не при республиканцах. Ну, мы часто об этом забываем, но она произошла не при республиканцах, и это факт. Второе, то, что республиканцы, ну, помните, Маккейн, это всегда были люди, которые давали больше оружия. Но республиканцы, они в первую очередь будут обрезать ну, как бы некие программы, которые они считают не до конца эффективными. Ну, например, программа развития IT-бизнеса в Украине. То есть, ну, это немного странно, когда Америка, например, не финансирует строительство доступного жилья для ветеранов, да, ну, нет хороших программ на эту тему, но готовы финансировать IT-проекты, да. Как по мне, это, когда Америка даёт только срочную помощь энергетической системе, но не инвестирует совместно в предприятия в энергетическом секторе, да. То есть, вот, республиканцы будут сто процентов, я вам гарантирую, сокращать программы USAID-а, сокращать программы, возможно, ряда какой-то там консалтинговой и консалтинговой помощи и также сокращать прямую помощь украинскому бюджету, конечно. Потому что они считают, что эти программы раздуты, и они об этом говорят уже, ну, более полтора года, то есть, это не новость, это не то, что я там услышала вчера в республиканском клубе, это, ну, то, что в целом обсуждается уже годами, да. Плохо ли это, они не говорят о сокращении военной помощи, да, и нам для победы, ну, нужно оружие, мы не можем победить одеялами, цитирую Bridget из Heritage Foundation, да, и в целом здесь не вижу никаких противоречий, да, по поводу того, есть ли план, конкретно у Трампа подробный план, как сократить налоги или как выиграть глобальное противостояние с Китаем, о котором вы говорили, ещё раз повторюсь, что сейчас это нарративы, и план, который подробный, ну, мы читали план Heritage Foundation, ну, кто читал, кто не читал, там достаточно, он объёмный, да, большинство не читали, но рассуждают, как говорится, да, там были и контраверсионные вещи, и были вещи, ну, например, по, снова же, вот этой вот дополнительной военной помощи Украине, но в меньшей мере вот этих абстрактных программ, да, это было в плане Heritage Foundation, и даже, когда, я помню, вот на молитвенный завтрак приезжал Лубинец, и ряд украинских депутатов, была встреча с Heritage Foundation, они довольно-таки прямо об этом говорили, ну, тогда, как бы, возможно, часть нашего establishment не восприняла, как бы, подобное заявление Heritage Foundation, как, как бы, серьёзную дискуссию, но сейчас, я думаю, что нужно возвращаться к диалогу с американскими, вот, консервативными аналитическими центрами, и непосредственно, снова же, делать акцент на, а, экономическое сотрудничество, то есть, почему выгодно в формировании вот этой вот гегемонии в Соединённых Штатах поддерживать Украину, б, почему выгодно поддерживать Украину в экономическом противостоянии с Китаем, и, в, почему стоит поддерживать Украину с ценностной точки зрения, и я, вот, прям, настоятельно рекомендую обратить внимание на всё-таки вопрос религиозных свобод, потому что Россия нарушает все религиозные свободы, практически всех конфессий, я сама писала достаточно много статей в эти же аналитические центры на эту тему, да, потому что они нарушают все права человека и права на вероисповедание, это очень беспокоит республиканцев, как людей, которые ведут диалог с религиозными конфессиями, потому что они, ну, консерватив, да, и через этот диалог также можно, ну, достичь взаимопонимания, по-моему, вы видите, правда. Здорово. Вот также с победой Дональда Трампа поздравила и президент Еврокомиссии Урсула фон дурляйн, которая подчеркнула важность трансатлантического партнерства между ЕС и США. Давайте услышим. Искренне поздравляю Дональда Трампа. ЕС и США больше, чем просто союзники. Нас связывает подлинное партнерство между нашими народами, объединяющее 800 миллионов граждан. Поэтому давайте работать вместе над сильной трансатлантической повесткой дня, которая будет продолжать приносить им пользу. Урсула фон дурляйн, президент Еврокомиссии. И сообщение в соцсети ИКС. Министр иностранных дел Германии Аналена Бербак предложила будущая администрация США тесное сотрудничество, а также интенсивный обмен мнениями. Глава немецкого МИДа подчеркнула, что дружба между странами не завязана лишь на одной партии. И мы помним такие дерзкие заявления Трампа в сторону Европейского Союза и НАТО, что будем сокращать это сотрудничество и вообще пускай Европа сама думает о своей безопасности. Как вы думаете дальше будет выстраиваться взаимоотношение между США и Европой? Трамп он же не политик из эстеблишмента. То есть если мы посмотрим на Байдена, Клинтон, Пелоси, это в целом люди, которые всю свою сознательную жизнь занимались политикой. То есть они дипломаты, они понимают, как подбирать слова. Трамп является представителем другой группы людей. И он действует так, как действует в его группе людей, что естественно для человека. Снова же, при прошлом правлении Трампа мы видели, что по поводу его видения на реформы НАТО, оптимизацию финансирования, они в Европейском Союзе воспринимались очень неоднозначно. И возможно где-то эти заявления были довольно таки резкими, потому что если мы говорим о дипломатии, то всё-таки некоторые заявления наверняка должны были быть немного мягче. Но снова же со стороны военного сотрудничества оборонные компании в большей мере поддерживают республиканцев. они производят своё оружие в Штатах, где снова же республиканцы победили. Поэтому говорить о том, что Америка не будет в НАТО или не будет сотрудничать с НАТО, это оксимарон, потому что снова же республиканцы работают с этим сектором, и вы же прекрасно понимаете, что это один из самых богатых секторов экономики после энергетического сектора, фармацевтического сектора, страховки и так далее. Поэтому безусловно стиль Трампа не тот стиль, в котором привыкли работать лидеры Европейского Союза. Это факт, и это будет сложностью. Несмотря на такой лесный красивый пост у Урсулы фон дер Ляйен, в целом европейские политики, центристы, они заявляли иную позицию, что для них всё-таки более комфортно был диалог с карьерными политиками, а именно с демократами. И они об этом заявляли, несмотря на то, что сейчас посты сегодня выглядят иначе, что типично для политики в любой стране, они заявляли о своих предпочтениях. Но тем не менее, снова же, Трамп говорит о экономике. Посмотрите, почему у него получилось? Потому что он постоянно говорит один и тот же месседж. Он говорит, внешняя политика, будем сокращать расходы, будем их оптимизировать. Я же бизнесмен, я буду оптимизировать эти расходы. Он говорит о внутренней политике. Будем расходы сокращать, рабочие места создавать в Центральной Америке. То есть он никогда не отходит от своего на самом деле базового месседжа. Что он говорит Илону Маску? Он говорит, Илон Маск, я тебе обрежу налоги, это тут много обсуждалось, насколько это возможно говорить на выборах и так далее, но тем не менее, а ты создавай больше рабочих мест. То есть он никогда не отходит от своего базового месседжа про экономику. И поэтому люди и говорили, мне не нравится персоналия Трампа, часто люди говорили на фокус-группах, на социологических исследованиях. То есть он как человек — это не совсем мой тип лидера, но мне нравится его экономическая программа. То есть это, снова же, цитирую, социологические исследования, фокус-групповые исследования, это называется, которые я видела во всяком случае. И снова же здесь, если мы говорим, например, о Германии и о Налине Бербак, проблемы с недостатком газа, это как бы проблемы в первую очередь для Германии. И, например, снова же, вчера в клубе также говорила с одним юристом, который работает на компанию по экспорту сжиженного газа, и он говорил, что Трамп однозначно поддерживает дополнительные программы по экспорту сжиженного газа, которые выгодны Европе. Я небольшой специалист по сжиженому газу, но он довольно подробно, кстати, описывал, как он участвовал в написании этой части советов для республиканской партии в векторе поддержки этой отрасли экспорта сжиженного газа, чтобы наладить эту логистику. Ещё раз повторюсь, это люди, которые понимают своё дело, у них другое видение экономической политики, абсолютно точно, это не те люди, которые будут далее вести диалог о том, что кто-то кушает собак. Да, но тут главное ещё понимать, что всё-таки глобальная политика от неё тоже зависит и внутренняя экономика в том числе, чтобы этот изоляционизм не преобладал, скажем так, на котором акцентировал Трамп. Спасибо вам большое, Екатерина, за то, что нашли время для нас. Екатерина Адарфенко, политтехнолог, была с нами на связи. Телеграм-канале Freedom, только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всём, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.